Как обещали вам, мы расскажем о том, о последствиях ночной атаки Российской Федерации на Львов. Там сейчас находится наша корреспондентка Юлия Билли. Она расскажет подробнее о последствиях ракетного удара россиян на мирный украинский город. Юлия, доброе утро. Ждем от тебя подробностей. Здравствуйте. Во Львове около пяти утра было слышно в городе более пяти взрывов. В частности, одна ракета попала во двор детского сада. По предварительным данным от обломков российской ракеты пострадали также жилые дома. Людей уже эвакуировали. К сожалению, есть четыре пострадавших. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Мы пообщались с жителями этого дома, а также более подробной информацией уже рассказал мэр Львова Андрей Садовой, что они нам рассказали. Я предлагаю послушать дальше. Здесь, на этом месте, стоял один из павильонов детсада. Ракета попала прямо в этот павильон. Сейчас здесь воронка глубиной 9 метров и 20 метров в диаметре. Там даже остался кусок этой ракеты. Разрушен дом. Верхние этажи все выгорели. Окна вылетели. Но, слава богу, что нет жертв. Это самое главное. Услышал, что-то гудит. Выбежал в коридор. Был первый взрыв. Просто окно открылось. Вроде бы ничего страшного. Потом, через 10 минут, так показалось, я не знаю, было 10 минут или может больше, был второй, который выбил одно окно. И затем третий полностью уничтожил все окна. В доме полно осколков. Это страшно. Небольшие возгорания фиксировались и в других частях Львова. Их оперативно потушили. В области также повреждены частные сектора. В частности, известно уже, что в одном из населенных пунктов повреждено 10 домов. Там люди получили легкие травмы. Также известно, что в одном из гипермаркетов города из-за падения обломков ракеты произошел обвал потолка. На этом у меня вся информация. Мы дальше будем все видеть ситуацию и студия. Юлия, спасибо тебе. Напомню, что нажива из Львова. Наша корреспондентка Юлия Биллина.